Вот так запросто из аппаратной коллективной радиостанции клуба «Ровесник» Владимир Фёдоров пообщался на коротких волнах с первым попавшимся в эфире радиолюбителем из Липецка. Короткое живообщение. Насколько позволяет правила любительской связи, обмен эмоциями на любом расстоянии и почти в любую погоду. Самый известный радиолюбитель из Щёлкова Владимир Фёдоров отмечает своё 80-летие. Тысячи часов, проведённых в эфире и сотни знакомых по всему миру. Но первый радиоэфир, пойманный на свою антенну 4 марта 1968 года, Владимир Сергеевич помнит, как вчера. Не забуду этот момент. Я лежал в постели с ангиной. Это был уже третий день, я мог немножко разговаривать. И когда принесли это письмо, я вскрыл разрешение. Всё, какие там лежания. Всё, я тут же включил приёмник, включил передатчик. Тут же надо попробовать. Владимир Фёдоров – один из тех радиолюбителей, кому посчастливилось овладеть навыками сборки радиоопературы. Мастерил по книгам и журналам. В седьмом классе Щёлковской школы номер 4 собрал свой первый детекторный приёмник для прослушивания радиостанций. И каждый раз у него замирало сердце перед первым включением. День сижу, кручу туда-сюда, второй сижу, кручу туда-сюда. Нет, никого нет. Это потом вдруг слышу. Ага. Ву, хорошо. Ну, слышал там Украину, слышал Прибалтику, по Волче где-то такой. Вдруг я слышу, работают станции города Щёлково. Фёдорову лично захотелось встретиться с теми, чьи голоса он слышал в эфире. Ближайший радиоклуб находился в Пушкине. Познакомился с единомышленниками. Так любопытство переросло в настоящее хобби. Хобби, которое позволяло мне, так сказать, ну, в общем, помогало мне в работе. В школе, где учился, Фёдоров создал первый кружок радиолюбителей. В первый же набор записалось около 40 человек. Позже в одном из классов была создана и первая любительская радиостанция. Так что народу было много, всё было очень-очень здорово. До тех пор, пока ребята не стали бегать с уроков для того, чтобы поработать на радиостанции. Занятия с детьми Фёдоров проводил в свободное время, чаще вечерами. Дети более восприимчивы к новой информации, чем взрослые. Первая и вторая супруги Владимира Сергеевича приняли хобби с пониманием. За полвека поменял четыре позывных. На память о сеансах радиосвязи. На коллективной радиостанции хранятся почтовые карточки, присланные в Щёлково из разных концов света. Есть даже из Соединённых Штатов. Ну а вот, пожалуйста, теперь выбирай, что тебе нужно. Здесь у вас по странам. Соединённые Штаты или что-то другое, да? Пожалуйста, Соединённые Штаты. Есть в коллекции и ценные сувениры от воспитанников, смотреть на которые учителю особенно приятно. 4F, 4F, и вот как же. Удожка дружбы. В век цифрового вещания в условиях сильных помех радиолюбительская связь трансформировалась в цифровые технологии. Следом Владимир Фёдоров модернизировал свою станцию, чтобы быть с коллегами, как говорится, на одной волне. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». В принципе, он даже...